Ну что, в этом обзоре сегодня мы оценим долговечность, надежность и добротность очередного японского автомобиля. Итак, встречайте, Mazda 3 первого поколения. А вы помните, как продавалась Mazda 3 первого поколения? Весь этот зум-зум, который олицетворял молодежность и веселый характер этого конкурента – Golf и Focus. Хотя, признаемся, если разобраться, то тот же скучный и вечно правильный Golf 5-го поколения или седан Jetta 5, который, как Mazda 3 выпускали с 2003 года, предлагал гораздо больше вариантов бензиновых и дизельных двигателей. Моторы Volkswagen были мощнее, появилось много турбированных версий. В те же самые годы Golf давно распрощался с четырехступенчатыми автоматами, перешел на шестиступенчатые гидроавтоматы и даже семиступенчатые DSG. В общем, как ни крути, но передовым представителем C-класса Mazda 3 назвать было нельзя. Да, японская надежность и все такое, приправленное атмосферными двигателями и старыми четырехступенчатыми КПП у нее были. А вот Mazda 3 MPS с мотором 2 и 3 турбированным – это совсем другая песня, приправленная куплетом про ненадежный мотор. А эта машинка надежная. Однако первые, вторые и третьи владельцы Mazda ездили на этих машинах по 150-200 тысяч километров и никаких бед не знали. Атмосферные двигатели не ели масла, не растягивали цепи. Многие владельцы даже не знали про отсутствие гидрокомпенсаторов у японских двигателей. Но значит ли это, что надежность Mazda протянет 500 тысяч километров? Сейчас будем разбираться, от чего страдают Mazda 3-ки первого поколения. Ну а перед этим скажем, что вот эта красотка на данный момент продается. Ссылочка на объявление будет в описании к этому ролику. Спешите. И сразу с места в карьер кузов и кузовной металл никогда не были сильными сторонами Mazda. Все ржавеет достаточно быстро. На сегодня, скорее всего, можно так сказать, Mazda делятся на две категории. То есть ржавые и те, на которые владелец потратил время и средства для борьбы с коррозией. И речь идет не о безобидной ржавчине на колесных арках или на краях дверей, а все гораздо глубже. До дыр ржавеют пороги, пол кузова под ковролином, ниши запаски, подрамники и точки их крепления к кузову, даже покрытые пленкой рамки боковых дверей, участки на уровне боковых стекол вспучиваются из-за внутренней коррозии. Влага попадает внутрь оконных рамок дверей через отверстия под клипсы резинового уплотнения, а у хэшбэков чудесным образом протирается как минимум до грунта краска вверху проема багажной двери, то есть на полке под крышей, на которую крепятся петли этой двери. У седанов Mazda 3 к пробегу в 150 тысяч километров появляется непонятный скрип в задней части салона. Так вот, этот скрип издают стальные детали в задней части, которые формируют заднюю полку. Эта часть кузова позади спинок задних сидений, то есть арка под задним стеклом вверх багажника. Если снять задние сидения, убрать обшивку из багажника, то на этой полке и арке можно обнаружить не только здоровенные зазоры между деталями, но даже сантиметровые трещины между кузовными деталями, поперечинами и порванные точки сварки. В общем, в этом месте просто не хватает жесткости, а люфтящие детали начинают скрипеть. Если скрип очень мешает, то вот эти детали можно просверлить насквозь и стянуть болтами. Также, если есть возможность, можно заварить эти детали. А если зазоры небольшие, то можно набить в них пластиковые чопики или дюбели. На пару лет этого может хватить. Еще скрип в задней части салона может исходить от пластиковых упоров, которыми отрегулировано положение заднего стекла. Чтобы добраться к ним, нужно опустить обшивку потолка в его задней части. Для этого снимаются потолочные ручки и несколько фиксаторов. Упоры под задним стеклом будут хорошо видны – они белые. Их нужно срезать и полностью убрать. Стекло же будет нормально держаться на своем месте. У хэтчбеков Mazda и реже у седанов оплавляются вот эти красные плафоны – светофильтры стоп-сигналов. Оригинальная лампочка для стоп-сигналов очень мощная и горячая. Ее жар настолько оплавляет светофильтры, что они буквально стекают сосульками и лопаются через трещины, пробивается яркий свет нити накаливания. Проще всего вместо ламп накаливания установить светодиодные лампочки. Можно поставить сразу светодиоды красного света и удалить поврежденный светофильтр. Но есть еще более дорогое решение – это установить оригинальные фонари светодиодные. Такие шли в комплектации «Спорт». Если в задних фонарях собирается вода, то просто замените иссохший уплотнитель между ними и кузовом. Также из-за того, что высыхает уплотнитель, вода попадает в багажник, а затем стекает в нишу под запаску. Еще места проникновения воды – это лопнувшая гофра проводов, а также высохший герметик между панелями в задней части кузова. Еще в этой гофре в седанах частенько лопаются провода, и после этого перестают работать фонари, подсветка, которая находится в багажнике, а также кнопка открывания багажника перестает работать, если ее провод треснул. Противотуманные фары расположены низко в бампере, их плафоны хрупкие и легко пробиваются камнями, поэтому лучше их защитить антигравийной пленкой. У многих таких маст передний бампер провисает по центру и увеличивается зазор между капотом и решеткой радиатора. Так вот, в этом случае надо менять центральные кронштейны, либо же соорудить более надежное решение из стяжек и стальной полосы. Частенько передний бампер начинает оттопыриваться, вдоль стыка с крыльями. Здесь отламываются усики у кронштейнов, а также лопаются ушки на бампере. Кронштейны нужно менять на новые, а порванные отверстия в бампере можно отремонтировать пайкой пластика. Заводы на такие Mazda устанавливали локеры из ворса. Так вот, в народе их еще называют валенками. Они намокают и еще усугубляют все вопросы по коррозии, поэтому лучше их заменить, как вот здесь, на неоригинальные пластиковые. У Mazda 3 быстро изнашиваются ограничители дверей. Передние и задние стоят по 25 долларов. Есть также неоригинальный ремкомплект, который состоит из двух сухарей, стоимость 12 долларов. При умелых руках можно все разобрать и починить. И не обязательно разбирать ограничители дверей от «Жигулей» восьмерки, либо «Десятки», разбирать там ограничители, доставать сухари и точить их для установки в ограничители Mazda 3. В общем, это делать не обязательно. Нередко у этих автомобилей барахлит блок стеклоподъемников на водительской двери. Так вот, в этом случае его просто надо заменить на новый. Ну, а теперь ненадолго добро пожаловать в салон. Он у нас в хорошем состоянии, владелица постаралась. Mazda 3 первого поколения оснащалась двигателями рабочим объемом от 1.3 до 2.3. Так вот, версии 1.3 литровые – это для восточного рынка. Версия 2.3 – это для рынка США. Также есть еще заряженная версия MPS с 2.3 литровым турбированным мотором. Но чаще всего Mazda 3 первого поколения у нас встречаются с двигателями 1.6 и 2.0. Представляю вам двигатель 1.6. 1.6 литровый двигатель выдает 105 лошадиных сил, но бодро возит эту Mazda. У этого двигателя легкосплавный блок цилиндров с чугунными гильзами, вполне долговечная зубчатая цепь ГРМ и живучий фазовращатель. Гидрокомпенсаторов при воде клапанов нет. Во впускном коллекторе есть заслонки турбулизации. Буквально на всех моторах Z6 эти заслонки начинали греметь, и неопытные владельцы и сервисмены приговаривали этот двигатель к капитальному ремонту, считая, что стучат шатуны и клапаны, ну вообще все что угодно в железе этого двигателя. На самом деле стук элементарно устраняется подкладыванием шайбы под шестерню на оси заслонок, то есть под ее актуатором. В общем, при нормальном обслуживании этот простенький двигатель пройдет более 500 тысяч километров и не будет даже есть масло. Правда, на 250 тысячах придется поменять цепь ГРМ. Если двигатель эксплуатируется на бензине, то о регулировке тепловых зазоров толкателями можно не беспокоиться. Правда, их надо проверять при помощи щупа каждые 80 тысяч километров. В общем, проверка этих тепловых зазоров избавит вас от проблем в будущем с пропусками зажигания. Кстати, у нас на канале есть подробнейший разбор и обзор этого двигателя. Там вы узнаете о нем намного больше. А вот двухлитровый двигатель под капотами Mazda 3 – это супер распространенный агрегат серии LF, который устанавливали не только Mazda, но и на Ford и на Volvo. И у нас на канале есть подробнейший обзор этого агрегата. Кому интересно, залетайте и посмотрите. Формально этот двигатель сделан также, как и младший. Алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, цепь Морзо в приводе клапанов, нет гидрокомпенсаторов, фазовращателей тоже нет. Зато в впускном коллекторе есть и заслонки для создания вихря в цилиндрах, и заслонка изменения длины впускного коллектора. У этого агрегата слабенький термостат, из-за неисправности которого двигатель медленно прогревается. Также в системе охлаждения слабенький патрубок с разветвителем пластиковый. Так вот, замените его на дюралевый, который устанавливали на Mazda 6, и меняйте его с правильной прокладкой. Проблемы с лямбдезонтом у этого двигателя связаны с перетиранием проводов на зонт. Обратите внимание вот на этот разъем, который закреплен на металлической площадке напротив маслозаливной горловины. Край площадки перетирает и защиту, и провода, и появляются проблемы с первым лямбдезонтом. Заслонки впускного коллектора тоже способны производить посторонний шум при износе, а при отказе электровакуумного клапана появляются ошибки. Обо всем этом в подробностях мы рассказали в полном обзоре двухлитрового мотора. А, кстати, самое главное, о чем нужно знать, так это о его страсти к жору масла. И чем больше владелец экономит на мотор на масле, тем больше шансов столкнуться с залеганием поршневых колец. Кстати, в этом случае иногда помогает раскоксовка. 2,3-литровый мотор на привезенных из США Mazda 3 – это старший брат двухлитрового двигателя, правда, с одним фазовращателем. Вообще его взяли от первой Mazda 6. Проблемы все те же – заслонки впускного коллектора, выпускной патрубок и масложор. И, кстати, у нас на канале опять же есть подробнейший обзор этого двигателя. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Ну, а теперь худший двигатель на Mazda 3 был на версии самой мощной МПС. Это 2,3 Turbo и немало энтузиастов потратили много денег на его капремонт и замену. Хотя у адекватных владельцев этот двигатель служил долго. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этого двигателя. Дизельный Mazda 3 – не такая уж и редкость. Такие экземпляры привозили к нам из Европы. Под капотом у них известный двигатель поклонникам Peugeot и Citroёn 1.6 HDI или DV6. Так вот, это очень хороший, надежный двигатель. У него есть турбина, у него чугунный блок, зубчатый ремень в приводе ГРМ. Гидрокомпенсаторы тоже есть. В общем, очень хороший мотор. И на него у нас есть подробнейший обзор. У пятиступенчатых МКПП Mazda слабовата третья передача. Дело в том, что ее шестерня состоит из двух шестерен, которые скреплены между собой шлицами. Так вот, при агрессивной езде на двухлитровых моторах шлицы обрывают и третья передача исчезает насовсем. Хруст при переключении передач у пяти и шести ступенчатых МКПП Mazda говорит об износе синхронизаторов. Как правило, это происходит на второй, третий, четвертый передачах. А тугое включение передач возникает обычно при износе и коррозии тросов от рычага кулисе. Так вот, смазка этих тросов и кулисы обычно возвращает прежнюю легкость включения передач. До 2006 года Mazda 3 довольство старой четырехступенчатой трансмиссии. Она неторопливая, но очень надежная. Отправлялась на ремонт после сногсшибательных пробегов из-за износа задней крышки. Там есть распределитель подачи масла. Так вот, именно он и изнашивается. И после этого пропадает третья и четвертая передача. Так вот, чтобы отремонтировать эту трансмиссию, достаточно приехать на СТО либо же на ЯМУ, снять эту крышку. Эта крышка снимается без снятия АКПП и заменить ее. А стоит она примерно 200-300 долларов новая. Ну и другие ремонты у этой трансмиссии тоже не такие уж и сложные. И часто эта четырехступенчатая трансмиссия пинается с первой передачи на вторую. Эта проблема легко устраняется извне подбором более длинного регулировочного болта тормозной ленты. Эти болты существуют в размерах от 36 до 39 миллиметров шагом в 0,5 миллиметра. Есть и несколько вариантов шагом в 0,25 миллиметра. Этот болт находится в корпусе АКПП под воздушным фильтром. Как правило, для регулировки подходят болты четвертого или пятого размеров. Нужно закручивать новые и чуть более длинные болты, а затем оценить плавность переключения с первой на вторую. Обычно удается достичь практически незаметных переключений. Фильтр этой трансмиссии находится в поддоне, поэтому менять его можно. Правда, поддон уплотняется не на прокладку, а герметиком. Его надо будет аккуратно нанести. Для частичной замены масла в этой трансмиссии надо будет 5 литров масла типа Dexran 6 или Mercan LV. С 2006 года Mazda 3 перешла на 5-ступенчатый автомат, который был создан на основе четырехступенчатого. Проблемы у этого автомата те же самые, что и у четырехступенчатого. Задняя крышка изнашивается и тянет за собой барабан «Реверс». Есть у этой 5-ступенчатой АКПП и тормозная лента, и практически тот же самый болт в четырнадцати размерах для регулировки ее преднатяга. При больших пробегах может изнашиваться посадочное место сервопривода ленты. Для заливки в эту АКПП используется масло типа Mazda M5 или полный аналог Type 5. Фильтр находится в поддоне. Ну и напоминаем, что в данный момент вот эта вот машинка продается. Ссылочка на нее будет в описании к этому ролику. Также напоминаем, что в «АвтоСтронге» помимо отличных БУ-запчастей, есть абсолютно новые запчасти и технические жидкости. Звоните нам, пишите, заходите на наш сайт, и будем рады. У нас еще есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен хороший мотоцикл – обязательно в «МотоСтронг». Ссылочки тоже в описании. Ну что, мы на «АвтоСтронг» и продолжаем. У Mazda 3 есть практически серийная проблема, которая связана с коррозией в блоке предохранителей. Дело в том, что из-за коррозии плюсовой шины предохранителя F31 перестает работать магнитола, отключается свет в салоне и стрелка тахометра вздрагивает и не возвращается в нулевое положение. Проблема распространенная, поэтому умельцы даже предлагают ремкомплект шины для установки вместо корродировавшей. Но можно еще внести изменения в блоке предохранителей. Перенести предохранитель F31 на свободное место F27. В любом случае шины блока предохранителей нужно защищать от коррозии специальным составом. На неполадке в блоке климат-контроля указывают разнообразные глюки. Это и некорректная температура в салоне, также постоянно работающий неотключающийся кондиционер, а также отсутствие индикаций обдува в салоне. Иногда после разборки удается найти неполадки на электронной плате и устранить их пайкой. Но обычно приходится покупать БУ-блок, так что, если он вам нужен, обязательно в «АвтоСтронг». Для праворульных машин есть два типа с маркировками BA-B4 и BS-3N для версий «Туринг» и «Спорт МПС». Так вот, у «Спортивного» еще снизу есть светодиод, который подсвечивает пространство под ним. Скрипящий и свистящий вентилятор печки поддается чистке и смазке. Однако, если это не поможет, то лучше раскошелиться на оригинал. Оригинал стоит 300 долларов. Ну, аналоги есть в пять раз дешевле, но они качества ниже среднего. Оригинальные опоры двигателя Mazda служат примерно 150 тысяч километров. И первой сдается правая. Она гидравлическая, и меньше всего служит она на двигателе 2.0. Если она вытекает, то двигатель сильно накоренится вправо. Оригинальная такая опора стоит 400 долларов, заменители по 50. Но если при исправной правой опоре вибрации работающего двигателя сохраняются, то надо менять нижнюю опору. Оригинал стоит 40 долларов. Левая опора находится сверху на трансмиссии под воздушным фильтром, и ее демпфер виден, но камера, к сожалению, не видит. Так вот, если вы глазом посмотрите на демпфер, и там есть трещина, то опору надо заменить. Стоит она от 30 до 90 долларов. При замене масла в Mazda 3 надо серьезно отнестись к коррозии поддона, потому что в таких вот условиях с большим обилием реагентов появляется сквозная коррозия поддона с вытеканием масла. То есть на это надо обязательно обратить внимание. Еще одна неприятная поломка Mazda 3 связана с коррозией, а это поломка силуминовых опор задних амортизаторов. То есть если это случается, а это обычно случается на ходу, то тогда амортизатор просто попадает в колесную арку и начинает вбить в такт с вибрацией колеса. Хорошие опоры стоят по 20-30 долларов. Рулевые рейки у Mazda 3 первого поколения гидравлические. У двигателей объемом 2.0 и турбодизелем 1.6 насос электрический. Расположен он за передним бампером справа возле бачка стеклоомывателя. Нельзя сказать, что электрический насос ГУР проблемный, но если с ним что-то случается, то лучше найти специалистов, и обычно после разборки и чистки все с ним становится нормально. Хуже, если насос пострадал в ДТП и его корпус треснул, то тогда придется купить бэушный, потому что новый оригинальный очень дорогой. А у заменителей проблемы с качеством. Во всех остальных вариантах насос ГУР приводится ремнем навесного оборудования. Проблемы с ним и с рейкой стандартной. Течи по уплотнениям, по трубкам, гудения насоса. Многие проблемы начинаются с того, что масло не меняют десятилетиями и ездят с треснувшими пыльниками рейки. В передней подвеске у Mazda 3 стойки Макферсона. Нижние рычаги по оригиналу стоят по 200 долларов. Заменители можно найти до 120. Неоригинальные компоненты рычагов, то есть шаровые опоры и сайлентблоки, продаются только по неоригиналу. И за 30-50 долларов можно собрать комплект для одного рычага. Стойки стабилизатора – это расходник, ходят примерно 60 тысяч километров. Оригинал стоит 40 долларов. В задней подвеске по четыре рычага на каждое колесо. И, как обычно бывает у Mazda, можно по оригиналу купить только передний сайлентблок продольного рычага. Стоит он от 10 до 40 долларов. Передняя верхняя тяга недорогая тоже стоит от 10 до 40. Верхний изогнутый рычаг дороже – от 40 до 120 долларов. Подпружиненный рычаг в сборе стоит от 50 до 170 долларов. А покупать его приходится, если он серьезно проржавел. И, кстати, нет ничего сложного, чтобы собрать для каждого рычага хороший комплект сайлентблоков. Каждая втулочка стоит примерно 10 долларов. Ну что ж, Mazda 3 – довольно-таки незамысловатый японский автомобиль, оттого и очень надежный. Единственное, что он действительно боится, так это коррозии. А все остальное не грозит большими расходами. Кстати, эта машинка на данный момент продается. Ссылочка будет в описании к этому ролику. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, оставьте комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».